Всем привет! А сейчас я буду наводить срач! В общем, Максим... Ну, в общем, к нам завтра у нас событие грандиозное. К нам завтра приезжает моя сестра с мужем, со своими детьми, в гости. И поэтому мы... А Максим все никак... Ну, мы все никак не могли закончить эту стену, да? Там то одно, то другое, то работа, то... В общем, никак. И, наконец-таки, мы сейчас хотим до их приезда закончить. Здесь, в принципе, осталось. Вот он сейчас пошлифует немного. И потом покрасит. И все, да? И все. А завтра едем в Леруа, купим багет и тюль я хочу сюда купить. И будет у нас тут красотища. А, кстати, эту дверь-то не будешь откос красить? Вот этот откос. От двери же эта деревашка. Вот эту? Нет. Она весь вид портит. Потому что ее, вот, видите, кто-то вот красил, да нас красил, вот, промахивался, видимо. И вот здесь тоже видно. Ну, в общем, на все будет красиво, а это будут в глаза бросаться. Ну, вот. Хотелось бы тоже. Мне уже тоже мама звонит и говорит, когда вы уже закончите? Она же тоже смотрит по видео, как мы тут ремонт сделаем. Она говорит, когда вы закончите? Хочется уже посмотреть и то, когда все уберется в этой комнате и будет красивенько все. Я уже тоже, ребят, не могу дождаться. Я хочу-хочу увидеть уже комнату красивую. А скоро Новый год, у нас скоро станет елка, да, Максим? Скоро станет только? Елка! А, елка! Поставим ее вот в этот угол вместо кресла. Кресло зынется сюда, а здесь будет елка. У нас она такая большая. Не помню, сколько она метра? Полтора елка у нас. Ну, метра восемьдесят или что-то такое. Ну, вот примерно так вот елочка встанет, красиво будет, настроение будет. Да, у меня уже сейчас настроение. Вот, плец кто-то. Кто-то облокотился, да. Он да, прям снес плечом. Принял уголочек. Папа наш уголочек сделал, делал. А кто-то взял и примял. У нас здесь много четверо. Кто-нибудь облокотился. Так, не подумайте. Там я делаю в тысячу раз круче. Ну да. Это, ну так, эконом вариант. Здесь никто не собирался бы делать евроремонт. И то, вот. Я считаю, что это вообще обалденно. То, что было и то, что сейчас. Рувиан в съемной хате. Да, в съемном жилье, конечно, это вообще прекрасно будет. Вот. Так что, вообще круто. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Красотища. В окошко можно помахать. Всем привет. Ничего. Скоро повесим тюль. И уже так не будет. Уже будет хорошо. Да? Нет. Да. Не будем. Не будем. Мась. Будем. Нет. Да. Да. Нет. Будем. Со своих покупать. Со своих куплю. А я со своих на машину не буду. Опять все покупать. Вот так вот. Видите? Раздел имущества. Что? Разборки, блин, с мужем. Ну, еще тюль, блин, не ходи здесь. Тюль еще не покупать, блин. Смотри к нам. Старая повесила, нормальная. Лобонейку можно купить, чтобы удобно было двигать. Надо, надо, надо. Там стуль уже страшные. Вообще смотрится ужасно. Из-за этого весь вид портится. Танечка, иди. Ты кушаешь? Иди кушай. Да. Я кушала, только маленький. Дань, иди кушай. Подметаем своим любимым веником. Вернее, не веником. Веник еще, ладно, полбедырил. Зовок меня вот этот бесит ему. У него посередине вот этот волна вот такая вот. И чтобы на него что-то замести, это целая эпопея. Зая кричит, мне нравится. А меня он... Да просто пол здесь кривой. Вот там вот он поровнее. И нормально загревает. А здесь реально кривой. Вон. Да самок твой кривой. Ну, волшебный. Ты сказал, волшебный. За это самое. За 50 рублей совок это лучше работает. Или сколько он там стоит? Вот этим вон. Два совка у меня лежит в этой совлетней кухне. А, простые вообще? Да. Прекрасно работают. Мы же хотели свиньи, как бы это... Да, мы же хотели моднявый, хороший Рома. Ну. И что же хотели? Тут раскорнячили Рома, блин, а этот не работает нифига. Посмотрели. И вот это вот в этой позе, вот так вот... Пипец неудобно. Неудобно. Ну ладно, лишь бы... Вон, Саше было удобно. Да, ну единственное, что да, сарок, конечно... Ну, он просто не гнущийся. Здесь полы, они кривые. Просто трэш какие кривые. У меня весы здесь не могут стоять напольные. Не могут вес нормально показать. Потому что полы кривые. А он не повторяет форму пола, так скажем. Вообще никак. Наоборот, тут есть возможность его вот так вот поставить и что-то... И что-то вот замести ее на порожек. Кривопока. Да. А на ровном полу ты на него вообще ничего не заметешь. Рынского количества штукатурки. На штукатурил, потом... Это шпаклевка. Ну, на шпаклевал, потом с чухол. Ну, а как? Можно еще замесить. Нет. Нет, больше замесить нельзя. Вот и вот это вот тут нагребай вот так вот. Сейчас покажу, как она его выворачивать будет. Ну, мы не выворачиваем. Удобно прям не могу. Не выворачиваем. Ну, я при чем здесь такой совок? Ты выбирала. Мы вместе с тобой выбирали. Давай начнем с тобой. Во, во, во. Метану, во, замела. Красота. Мы же вместе выбирали. Во, во, хорошо. И вот так вот отходишь, заметаешь. Во, все. Размазала по полу и низала. Сейчас вытру. А вот так вот это что-то технологии высыпается. Нет, у нас еще с грозой здесь полный. Сейчас, 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 мама высыпи. Сейчас, мама высыпи. А чего? Вот так вот загнись, перегнись. Вообще не проблема. Неудобно, жутко. Нет, это тебе не нужно. Короче, не покупайте такой совок фигня. И вообще такой конфигурации. Лучше, лучше загнуться и смести. Все, сейчас грунта ну вот эти места, где я подшпаклевывал. Долго ждать не буду. Буквально 15 минут и все, и попробую красить все. Ну как все, пока что я не буду еще плинтуса. То есть, надо глаза заматывать. Плинтуса и молдинга я не буду красить. И утолстенку я не буду красить. Потому что у меня, возможно, туда краски не хватит. Что возможно? Ничего, все нормально. Мне же интересно. Вот я звоню. О, кто-то мне звонит. Понеслась красота. Понеслась красота. Сейчас все закрасится. Вон там, видите, желтое пятно в углу. Видно, нет? Вот здесь, вон тень падает. Это вот за всеми, вот все, что вот к стенам стоит, всегда вот такое вот вываскакивает. Но здесь не мокрое, ничего, в принципе. Что это, промерзает или что это? Как это так? Мокрое. Ну, сейчас оно не мокрое. А, влажное. Влажное? Да. Ой, паучок, приполз. Столько их выгоняли всех. Здесь очень много. Глядите, какой здоровый. Страшный. Я их терпеть не могу вообще. Этих паучков. Уже паутину сплести успел он. Ух. Красочка. И будет у нас красота. Да, Максим? Пойдем на советской власти, говорите. Так красиво будет, хорошо будет, слава богу. Хоть одна комната у нас будет классная. Сделанная. Да? Угу. А я буду тут сидеть и наблюдать за тобой, как ты красоту наводишь. Ха. Че, ха? Нельзя? Писточку влубь или поперлую. Ну, вот. Вообще, по идее, я должна была красить. Максим, ты будешь красить. Все. Я должна была красить. Пля, уселась. Он еще табуритку нажал. А в итоге, Максим сегодня пришел. Еще табуритку я поджал. В итоге, Максим пришел и сказал, все, я буду красить сейчас. Сяла. Да? Нет. Что нет? Ты же красишь. После работы пришел. И давай заниматься. Давай, давай, давай. Давай, наяривай, гитара семиструнная. Да, да, да. Третьи сутки в пути. Да, да, да. Это класса самогиняная. Ну, да, их дольше. Тут, что тут, валиком, да, эту стенку он покрасил и все, как мы те красили. Ну, всегда в покраске вы как раз таки. Чего? Просто так ничего не даете. Ну, понятно. Здесь основное, куда-то, куда-то, здесь откос. Угу. Понятное дело. Поэтому и ценники различаются. Эта ценник за работу, за свою. Ценники у него там различаются. Да, да. Ой. Так, ладно. Пойду я тоже своим делом заниматься. Да, там делов целая куча. Вообще бы не мешало бы еще покушать. И тебе, кстати, тоже. Да, но уже... Но уже начал. Да. Уже постпаздник откликаться. Да. Ой, я прям дождаться не могу, когда завтра. Они приедут. Я так уже соскучилась. Хотя недавно, да, виделись? Вообще. Правда. А. Ну, мы приезжали в Гуково, да, и виделись. Кстати, они сказали, что 100% приедут на Новый год. Только неизвестно 30... Ой, 31-го. Ну, в общем, приедут прям на сам Новый год. Либо после. Потому что она 31-го света работает. Ну, вот. Слышишь? Да. 31-го работает. И, ну, понятно, у нее там будет сокращенный день. Ну, в общем, не знают. Подумают. Приедут ли они 31-го. Либо Новый год отметят и приедут потом к нам. Вот. Гостей прибавляется. Да, Максим. Думали вообще никого не будет на Новый год. А тут бац! А тут теперь... А тут теперь... Души бумажку. Парень всех ложить. Не, ну, положим. Есть у нас места, места. Все будет нормально. Всех разложим. Семеро-полаг. Да, потолок 2,80. Полщина тела у человека какая-то. Что белями, да? Ну, прям уж нормально все. Всех поместим, всех положим. Главное, что весело будет. Мы все вместе, дружной большой, компанией. Я люблю так Новый год отмечать. Тем более, когда не видишься с ними очень долгое время. Потом раз... И вот они. Да? Угу. Вот и я. Потом мы... Неизвестно, когда с ними увидимся. Они потом уедут. И, скорее всего, только летом потом с ними увидимся. Ну, да, это как они на море поедут. Да. Слушай, а мы сейчас уже не собираемся. Нет, весной мы еще увидимся. А, да, мы же весной в Гуково же собираемся. Поэтому еще и весной их увидим. Даня у нас вечно... Как камера включается, Даня бежит. Надо строчно что-нибудь сказать. А я же детей стараюсь поменьше снимать. А он же бежит. Вот он. Все рассказывает. Все свои мысли, да, Максим? Выдумки, придумки. Мы еще уроки не доделали. В черновике написал, в чистовике еще не написал. Так что давай быстрее там кушай, Дань. Завтра доем. Давай быстрее кушай. И надо переписывать. А то завтра... Со мной не получится. А чего? Завтра будет никогда. Мне завтра... У нас пол дня дома не будет, а потом гости приедут. И все. Да. Так что давай делай. Какого же вашего века? А домашку вот то, что мы делаем здесь. Будешь сам делать домашку. Мя-мя. Как взрослый. Адалия. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Больше не буду накладывать. Молдинги только покрашу. Прокрашу. Может что с вами нужно? Вот это еще перекрасить. Ну да, он закричается. Ухажена шпаклева, потом уже крашу. Вот. Хватит краски, нормально все хватает. Да? Вот на эту стенку. Хорошо. Молодец. Где мой кофе? Какой кофе? У тебя кофе что ли? Ты что заказывал? Нет. Нет? Что Мась, как золушка. Да. Да, как золушка. Все, покрасил? Нет. Еще? Что пристало? Ну интересно же, покрасил, не покрасил. Нет. Кирюха тут в комнате сидит. Да, Кирюха? А то как хорошо, когда не надо аккуратничать. А? А то как хорошо, когда не надо аккуратничать. Все круто. Так, между прочим, так ноги делают. А ты первый раз в жизни. Белое, красивое. Реально первый раз, кстати. Провод, да, запросто. Ну да. Окно, да пофигу, да? Ну прям ты сейчас наговоришь, что там наляпал. Все мы красиво делаем. Стараемся максимально как положено. Просто тут уже были так намазаны эти окна, двери. Все измазано, конечно, краской. Обычно, когда вот пластиковые окна, пытаешься не залезть случайно на эти окна. А здесь, да, все окна в краске. Хоть заново просто их красить. И все, да. Да, скребок надо брать, иди старай. Вот. Сейчас от костики будут беленькие, красивенькие. Да, они были черненькие. Старились беленькими. Уже красивенькие. Красота? Да и только. Видите, на улице темно-темно. Темно-темно. И ветер жуткий там дует, да, Максим? Прям сдувает. Да, зелень сносит прям. А, ну тепло! Очень тепло. Очень тепло. Сегодня плюс двадцать один было. Сейчас, подожди, Кирюш. Плюс двадцать один. Но ветер мы с Максимом ехали. Ветки летят, да, Максим? Да, с кошка сдувает конкретно. Вообще конкретно. Схожу между всеми. Смотрю, наблюдаю. Не, сейчас я плитку на кухне замочила химией. Вообще там находится невозможно. Жду, когда подействует, и пойду смывать. Прям аж вообще травят нас. Ну зато вот она вообще, вот эти вот средства все, конечно, жизнь упрощают намного. Набрызгал, подождал, тряпочкой протер, и все смыто. И вот не люблю, слышишь, Максим, не люблю вот эти вот точки жирные, желтые, знаешь, вообще жуть. А вот раньше становилась, драила вот это все дело. Сейчас вообще набрызгал, говорю, тряпочкой протер. Так хорошо. Вообще замечательно. Максимально уже упрощен. Вот, так что отлично. Да, раньше. Раньше на это нужно было выделять целый выходной. Да. А сейчас раз, раз и все. Так, ладно, пойду я дальше делать. Не буду с тобой здесь бездельничать, бездельник. Кто, я бездельник? А, кто, я что ли? Ты. Да ладно. Я вкраску возьму. Максим говорит, ты довольна? Думаю, чего я довольна? А, все. Что там такое? Ничего. Стена обеденькая. Аж голос пропал. От радости-то. Все? Вот это портит, блин. Что портит? Потому что они дверь замучили. Ну, короче, испачкал. Да? Ну, что-то мыть надо. Кряпы, что-то отмывается. Ставь обратно. Переглядывай. Аж что, он где-то мазанул. Тоже что-то испачкал. Стену. 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 Кто-то там стену. Кто-то там стену. И хочу сделать хворост. На печь. К чаю. Мачишки уроки делают. Люблю хворост. Очень просто делается. Тесто. Оно, видите, у меня такое желтенькое. Потому что на домашних яйцах. Очень вкусненько получается. Присыпаю обязательно сахарной пудрой. Их потом. Они таки получаются воздушные. Для пышности добавляю соду обязательно. Ну, я думаю, не буду рецепт говорить. Все этот рецепт знают. Все так же делают. И знают, что такое хворост. Я потом в готовом виде покажу. Если вдруг кто-то не знает, что такое хворост. В готовом виде вы точно поймете, что... Может, как-то по-другому называется в каких-то регионах. Это блюдо. Это десерт даже. Вот. Потом в готовом виде покажу. И вы увидите, что это. Вот. Получилось аж две тарелки таких больших. Но это для нас совсем немного. Потому что мы, хоть и худенькие все в семье. Маленькие. Но мальчишки особенно. Вообще сладости. Вот таких вот. Выпечки. Они едят очень много. Это нам вообще ненадолго. В лучшем случае завтра. До вечера точно не хватит. В общем, сегодня и завтра до вечера. Вот так вот. Сейчас сядем и будем пить чай. Всем привет. Приехали в Блеро. Наконец-то. Да, Максим? Опять. Опять. Блеро. Один, два, два, три. Один, два, три. Один, два, три. прошли спокойно вообще даже вот маску она в матке смотрится лучше чем она отличается в 2 их однотонная белая то же самое 295 это бежевая наверное просто замуж канаю здесь не ну и в луне отчищают не горючая шампаньем не белая на вот белая а это и кривишь какая-то а ты шампань да еще можете у это типа штора такая тонкая оценник кстати максимум сказать вот размер подождите отлично вот 280 это же подать этот сада потом подшить и все вот максимум будет сколько метра 2 надо 3 какие-то внутри кучу она идет сама 3 3 метра вот три метра те нужно взять 300 а это конечно метров 5 не дружить опять пятьсот пятьсот и триста нормалек щас возьмем отрезали потому что подшивать ничего страшного и вот такую вот шторку смотрим сейчас пошла девушка девушка пошла за рулончиком нету такого цвета вот смотрите цене за метр дешево съемный дом самый топ главное под цвет нам подходит и тюль тоже до 98 по моему ну что ребят мы уже дома купили мы еще один куб нам вот на вот это вот на стеллажик взяли розового цвета сейчас попробую открыть максим прям так неожиданно говорит иди выбирай себе куб я думаю уху нам как раз еще одного как и не хватает да сейчас раз кладешь аккуратно и чтобы я попробую хорошо так все и ставим его вот сюда поставлю вот так вот вот этот нужно куда-то в другое место или пусть пока так вот сейчас переставлю немножечко вот уже лучше так ну и взялись на отрез на тюль вот она чисто белая и шторы такая мятая самая дешевая показывала вам я их их еще нужно подшивать потому что все это наотрез в длину метр вот видите какая мятая специальная прикольная вот в длину метр восемь уфу да ой 280 по моему до 280 как раз нам по длине хватит единственное сомнение там же нужно подворот чтобы подшить все это дело но посмотрим попрошу в ателье если у меня подшили максимально там как-то сэкономили место чтобы поместилась у нас здесь да вот а тюль там метр ой до 5 метров 295 по моему вообще в длину так что все нормально все хорошо так в общем только осталось отнести чтобы мне все подшили пришили и потом уже повешу к новому году я сделаю повесили пока старые шторы с тюлей сегодня ребята приедут будем здесь сидеть отдыхать уже смотрите как круто смотрится по уютному мне так нравится сейчас это по максимуму берет всем данной классно а потом новые шторки мы купили видишь вот такие шторки купили серенькие и беленькая тюлька будут вообще так максим ты не обещал померить высоту вот и уже будет круто уже уютно кажется эти почему я хотела поменять не хватает длины чтобы закрывать вот полностью вот сейчас я вам покажу по центру если закрывать полностью то края видите вон освобожден иди да не убирай иди да не убирай в комнате смотрите по краям здесь еще ничего страшного здесь как бы стена а вот здесь вот видите окно вот оно окно светится и поэтому я говорю вот смотри если они сходятся тут ничего страшного а вот здесь видишь сходится окно видно короче не не нормально вот двушка ставишь волна пойдет вот почему я говорю новую час купила как раз по 2 метра с каждой стороны 4 метра метр на 90 сантиметров на складку да вот отлично просто будет будет хорошо мне нравится